Всем привет! Вы смотрите заключительную часть обзора набора 42055 роторный экскаватор МК-3. Не знаю, почему МК-3. Ну ладно, не важно. В первой части я рассказал про интересные, полезные детали. Рекомендую посмотреть вторую часть, в которой я рассказал про то, как он внутри устроен. Мне кажется, вторая часть обзора на самом деле будет самая интересная. Там действительно много всяких прикольных механизмов. Также на моем канале есть обзор альтернативной модели этого набора. Она очень интересная, очень необычная. А сегодня я расскажу, как здесь все работает. Задавали мне резонный вопрос, почему я не коснулся во второй части обзора устройства этого самосвала, который идет в комплекте в этом наборе. Ну что ж, сейчас я расскажу про него. Он очень похож на набор 42035, желтый карьерный самосвал. Дизайнеры молодцы, я считаю. Много было нареканий по желтому самосвалу, что у него привод на одно колесо, там какая-то нелепая цепная передача, нелепая на двигатель одноцилиндровый. Они все эти проблемы решили. Просто здесь нет никаких косяков с трансмиссии. Потому что когда нет трансмиссии, какие могут быть косяки. Нет, но если серьезно, эта игрушка, это вообще с трудом можно назвать техник модели. Здесь физ-функция это рулевое управление и самосвал, опрокидывание кузова. Все, функций нет. Они улучшили внешний вид немного. Огромные дыры над передними колесами и так и остались. Выглядят ужасно. Ой, я не знаю, какими мотивами они руководствовались, когда модернизировали эту модель. Я не считаю, что она стала лучше. Наоборот, они ее сделали еще примитивней. Ну, конечно, на фоне этого понятно, что вся сложность и весь акцент, все внимание должно быть на этой модели. Ну, ладно. Важно было это одной деталью сделать. Ладно, перейдем к главному виновнику торжества. Ну, сначала несколько слов по ручным функциям и внешнему виду. Внешний вид, конечно, любителя, но есть здесь прикольные штуки. Например, такая вот лесенка, которую можно убрать во время работы по технике безопасности. Кабина здесь есть, лесенки, различные перильца. В общем, продуманно. Дизайн мне нравится. Он такой симпатичный. Вторая ручная функция это регулировка уровня наклона основной стрелы с конвейером. В режиме реального времени это выглядит вот так. Вообще не очень медленно. Шестеренка довольно удобная, которую крутить, поэтому не напрягает этот процесс. Вот, я докрутил до низа. Можно копать, в принципе. Следующая функция это поворот разгрузочного конвейера с системой блокировки. Подробную ее работу я показал во второй части. Кому интересно, посмотрите. Можно вот так заблокировать, и он не будет поворачиваться со скидкой на люфт. И режим удержания положения относительно на точке разгрузки мы опробуем чуть позже. Переходим к модернизованным функциям. В модели два режима. В одном она ездит, а в другом работают конвейеры, и она поворачивается. Одновременно, соответственно, ездить и поворачиваться не получится. Без модернизации. Смеркалось. Пойду за кофе. Переходим к следующей модернизованной функции. Поехала. Походу я успею еще в душ сходить. Давайте я попробую показать, как работают конвейеры. Ну и всё. Всё, сломалось почти с первой попытки. Да что мне не везет, опять сюда клянусь. Ну, в общем, оно работает. На куполе у неё, зайду, как и дело. Ну, механизм работает, но я повторюсь, присутствует вот такой вот огромный люфт. И сначала у вас конвейер уйдет, прежде чем зафиксироваться, и будет сыпать мимо самосвала. Ну вот, мы посмотрели на функции, и я думаю, самое время вернуться к самосвалу. Потому что наверняка многие скажут, да нет, прикольно, что в комплекте самосвал, ими можно играть, грузить его. Вы видели? Ими можно играть. Самосвалом можно играть. А это крутые механизмы. Но вместе они не очень сочетаются. Это крутейшая модель с точки зрения познавательной. Да, тут всё работает, как и должно работать. Это очень интересно. Но играть в неё... Ну, возможно, наверное. Трудно. Кстати, прикольная функция – ручка для переноски. Только куда поставить проблему. Он такой огромный. На нём есть наклейка, что это, значит, модель реального экскаватора, размерами 74 метра. 74 – это огромный экскаватор, да. Ну и краткий итог подведу. Из плюсов – это, конечно, огромный ресурсный набор. Очень много деталей. Редких деталей мало, но полезных деталей, тем не менее, много. Очень много интересных механизмов. Механизмы работают, всё как полагается, хотя и не без огрехов. Но с познавательной точки зрения набор действительно крутой. Мне кажется, минус один, да. Вот это отсутствие играленности. Совершенно непонятно, что с ним делать после того, как вы собрали и посмотрели, как всё это работает. В общем, модель весьма достойная. Мне понравилось. До скорого. Продолжение следует...